Что мы можем рассказать, глядя на эти картины? Не случайно эти предметы становятся объектами пристального внимания художников. Все работы объединяет желание выразить любовное и почтительное отношение к предметам, характерным для русского чаепития. Задача художника в области натюрморта состоит не только в передаче вещей самих по себе, но и в том, чтобы выразить отношение к ним человека данной эпохи, а через них и к окружающему миру. Какие цвета, теплые или холодные, преобладают в них? Почему? Издревле люди украшали свой быт изделиями декоративно-прикладного творчества. Эти изделия можно было не только использовать в хозяйстве, но они еще несли в дом красоту, радовали глаз. Давайте перечислим, какие вещи и предметы быта присутствовали в крестьянской избе. В крестьянской избе источником всего была печь, кормилица, защитница от холода, лекарь от болезни. У печи также устраивали деревянные настилы, на них спали. Печь олицетворяла материальный центр дома. Рядом стоял обеденный стол. За него усаживали дорогих гостей для душевной беседы. В свободном углу устанавливали ткацкий станок. Почти в каждой избе была детская колыбель в виде лодочки, подвешенной к потолку. Перед печкой устраивались полки с чугунной, глиняной посудой, ведра, сковородки, черпаки, ухваты. Все и даже незатейливые предметы быта русской семьи обязательно украшались декоративной резьбой и росписью с уже знакомыми нам знаками солнца, чудными и диковинными цветами, птицами и зверями. Остановимся подробнее на некоторых предметах быта. Самовар. Формы и объемы самоваров были бесконечно разнообразны. Вычищенный речным песком до солнечного сияния самовар превосходно гармонировал с деревом крестьянского дома. Шумящий, кипящий самовар как бы оживал и одухотворялся. Таким образом, семейное чаепитие сближало людей, скрепляло рот. Квашня. Посуда для заквашивания теста. Глиняная или деревянная. Считалась символом плодородия и производящей силы. Светец. Светило, светильник, светильня. Приспособление для держания горящей лучины. Светцы имели различную форму и величину. Столешник. Скатерть. Ткань для покрытия стола. В крестьянской среде скатерти изготавливали из домотканного, как простого полотняного переплетения, так и выполненного в технике бранного и многоремизного ткачества. Сегодня нам предстоит написать свой натюрморт из старинных предметов. Чтобы работа над натюрмортом была по-настоящему интересной и полезной, давайте вспомним, почему в изображении различаются по светлоте. Одни светлее, другие темнее. Как художники передают объем на плоской поверхности картин? Почему более светлые мазки на всех плодах, предметах располагаются с одной стороны, а темные с другой? Какую роль здесь играет солнечный свет? Сравните два изображения, какое более реалистичное. Свет и тень помогают передать объемное изображение предметов в их реальность. Свет делит поверхность предмета на теневую и освещенную стороны. За светом всегда следует полутень. Собственная тень – это теневая сторона предмета, самое темное место. Рефлекс – отраженный свет окружения. Без рефлекса невозможно получить объемность изображения. От предмета падает тень, которая так и называется – падающая тень. Блик – отражение источника света. Натюрморт повествует нам о жизни людей разных времен. Даже рисуя неодушевленные предметы, можно многое выразить, рассказать о жизни людей. Сегодня мы углубили наши знания о натюрморте, о светотене, познакомились с бытом и убранством крестьянской избы. Все это поможет нам понимать картины художников, направит в создание своего натюрморта.